Привет, друзья! Сегодняшний выпуск посвящен работе с резиной. Я покажу 7 упражнений, которые я использую для того, чтобы стать сильнее, разработать определенную механику движений под определенные броски, которые я использую, ну и разрабатывать выносливость мышц для того, чтобы было проще бороться в стойке и в партере. Мы с вами берем обычную резину, закидываем ее на любой столбик, либо какую-то перегородку. Желательно, чтобы она, конечно, не амортизировала, а была плотно прикреплена. Можно сделать вот такие узелки в конце, чтобы руки не спадали, не скользили, можно и без них. Соответственно, будем работать над хватом дополнительно, если этих узелков не будет. Одинаковое расстояние, соответственно, и засекаем 7 раундов. Сегодня я это сделаю по 30 секунд. Для того, чтобы не мучить вас долгими и изнурительными видеоупражнениями, сделаем все быстро, уверенно, следите за упражнениями, за деталями, нюансами, про которые я буду говорить. 7 раундов, 30 секунд работа, 15 секунд отдыха, восстановления. Начинаем. Первое упражнение, классическое, борцовское. Мы становимся и тянем резину за ногу. Посередине к одной, посередине к другой. Обращаю ваше внимание на то, что моя осанка. Спина прямая, я не сутулюсь. Ножки чуть согнуты. Работаем руками. Руки вывожу перед собой и смотрю вперед обязательно. Не гну голову вниз. Руки работают с этой фазы обязательно. Здесь мы дышим. Для того, чтобы восстановиться, я стараюсь не бездельничать. Легко, как будто имитирую пробежечку небольшую, меняю захват большими пальцами к себе и начинаю тянуть ее, подкручивая свой корпус. При этом ножка одна может подниматься при скрутке, как будто мы бьем боковой удар, но обязательно резину нужно тянуть за корпус. Затягиваем, затягиваем, затягиваем и корпусом дорабатываем обязательно. Есть. Отдыхаем. И сейчас третье упражнение мы будем делать учками. Это подводка под бросок, которую используют джидаисты для того, чтобы вытянуть соперника на бросок. При этом я обозначаю, обратите внимание, ногами заход, завожу, вытягиваю своего соперника на свой таз для того, чтобы вывести его на бросок бедра. Опять восстанавливаемся и разворачиваемся. Легко двигаемся. И теперь работаем на дельты. Передние дельты. Оттягиваюсь, вывожу руки вперед. Делаю этот вывод на уровень головы, не ниже. Можно делать поочередно. Если вы устали. Или чередовать. Отлично. Легко двигаемся. Можно имитировать перемещение. И работаем теперь на грудные мышцы. Переключаемся. Делаем это достаточно интенсивно. Сводим руки обязательно перед собой. Резина может быть сверху рук. То есть она буквально на плечи заходит. Это видно. Работаем, работаем. Стараемся держать темп, не избавлять его. Дышим. И еще одно упражнение, которое я люблю делать. Это заход под мельницу. А, на трицепс у нас. Извиняюсь, заход на трицепс. Работаем на трицепс. На плечи. На плечи. Работает трицепс. Для чего это в борьбе? Попросим. Это мы подготавливаем для доведения броска. Если мы затягиваем, это работа на пресс, на трицепс. Доведение броска. Ну и вообще в целом подготовка мышечного корсета. И одно из движений, которое я также люблю делать. На корпус. Косые мышцы. Для того, чтобы ребра были покрепче. Особенно легковесов касается. И заход на мельницу. Хорошо развивает руки. Затягивание. И корпусом дорабатываем. Вот такие упражнения я использую. Безусловно, есть еще упражнения. Напишите в комментариях, какие еще упражнения борцовские вы используете. Поделитесь своим опытом. Я использую эти. Они мне помогают чувствовать силу в руках. Подготавливать броски определенные, которые делаю я. Какие еще упражнения вы знаете, вы используете и для чего вы их делаете. Напишите в комментариях. Поделитесь своим опытом для того, чтобы сделать нашу борьбу лучше, сильнее и техничнее. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Делайте упражнения. Боритесь. И получайте от этого удовольствие. Увидимся на ковре. Всем у вас. Продолжение следует.